У нас уже есть голова. Голова может быть разная. Она может быть округленная, может быть удлиненная, всякое бывает. И у нас есть нижняя челюсть. Нижняя челюсть имеет точку крепления вот здесь. И она будет иметь ширину по этим двум точкам. Когда мы ровно смотрим на человека. И челюсть у нас будет иметь понятие длины. Длину иногда нужно смотреть сбоку, чтобы посмотреть насколько челюсть вот здесь вытянута. Насколько она удлиненная, как весь массив. Ну вот, получается, если вы посмотрите, например, на того самого Броуди, актера. И вот посмотрите, например, на актера того самого Вильяма Дефол. Видно, да? Кто из них более тяжелый челюстной, кто из них более длинно челюстной. Видно? Ну, первый длинно челюстной, а второй широкий. Второй более массивный. Правильно. Я пропорции выставлю, потихонечку привыкайте. То есть, если взять, например, того самого Жванецкого, у него широкая и короткая челюсть. Видно? Да, да. Отлично. Если взять какого-нибудь, получается, молодого. Узкого. Здесь легкая челюсть. Легкая, да. Она короткая, получается, и узкая. То есть, у нас челюсть имеет два параметра. Ширину и длину. Каждая из них будет отвечать за определенные возможности действовать в стрессовых ситуациях. Нижняя челюсть у нас показатель как раз стрессовости, умение работать в негативных сценариях, умение работать, когда идет конфликт, разборка, когда мы сталкиваемся с трудностями, которые нужно преодолевать. И челюсть в данном случае выступает в качестве генетического показателя трудностей. Мы это можем компенсировать только с помощью жевательной мышцы, так называемого желвака, который находится вот здесь. Который крепит нижнюю челюсть к верхней челюсти. То есть, это запишите, и я потом в дальнейшем желвак вам разберу на запчасти. Потому что там два разных аспекта будет. То есть, специфика в том, что челюсть это генетика, желвак это уже мышечная и связочная структура. То есть, это знаете, как челюсть можно сравнивать с разными породами собачек. Когда вы смотрите на собачку Бультерьера, и выставляете против него собачку Колли, то, глядя на размер челюстного аппарата, вы понимаете, кто кого порвет. Понимаете уже? То есть, если поставить какого-нибудь Броуди против Уильяма Дефо, то очень легко, понятно, генетически. Заметьте, вопрос же не тренировки. Вопрос же не специфики, скажем так, того, кто прошел спецназ, качание, какие-нибудь залы, тренажерные, ММА и все остальное. Поняли? То есть, это показатель генетической способности держать стрессовую ситуацию. Поняли? Чем более широкая челюсть, фактор ширины, у нас будет давать возможность ждать, терпеть, удерживать ситуацию. То есть, ширина дает нам маневренность. Перевожу на простой язык. Помните, когда мы обсуждали длинную голову, я объяснял, что ударные части это то, что впереди на линии фронта, авангард так называемый. Вот представьте себе картинку. Это наша линия фронта. Я показываю, откуда берется информация, почему это именно так. И вот представьте, что здесь у нас находится враг, с которым мы воюем. Понимаете? И вот я прихожу на линию фронта со своей армией, которую я распределяю на широком фронте. Понимаете? Это широкая челюсть. То есть, чем больше широкое пространство я занимаю, чем больше я ресурса могу распределить на передовую. Чем больше у меня ресурса, чем больше у меня маневренности. Понимаете, что такое маневренность широкое челюстного. Что когда я атакую, я могу, получается, сбросить свои ресурсы сюда все переместить, отсюда пойти. Я могу, получается, сделать впереди обманный ход. Пойти, получается, то есть зайти с тыла. Понимаете? Я могу, получается, действовать настолько в большем диапазоне вариативности, что просчитать меня намного сложнее. Понимаете? Точно так же, если враг наступает на меня, если он идет, ну, стираем, с этой стороны на меня, например, то я сюда перебрасываю все свои ресурсы для того, чтобы удержать эту линию обороны. Это если видели раньше, например, кто-то, если увлекался историей, как выходили большие армии, получается, друг против друга. И они двигали, как вот шахматную доску, получается, различные, знаете, пошли туда, туда, туда. Македонский очень любил эти вещи. То есть они максимально, получается, маневрировали, и кто больше имел вот этого маневренности, тот больше чаще всего и выигрывал. Потому что непонятно было, куда, где, какой пойдет, получается, главная линия удара. Понятно? Поэтому ширина, вы поняли, это удержать, это сесть, окопаться, не сайки, закрепиться и стоять насмерть. Ширина – это возможность при нападении находить нестандартные различные варианты действия. То есть ударить в лоб, обойти, получается, как угодно. Чем более узкое пространство, вот тоже теперь вы имеете разницу, вот у меня вот здесь все. Чем больше я прогнозированный, у меня же, получается, армия куда-то деть, я только так и могу разместить, условно говоря, понимаете. Я никуда ее не делаю, ее так напичкаю, и вы, четко, получается, стоя против меня, понимаете, куда я буду лезть. Вы понимаете, получается, то есть мою стратегию движения, у меня нет много маневров, у меня нет ресурса, как запаса. Услышали, о чем я говорю? То есть я показываю механизм перепаковки информации, почему это именно так. Я дальше объясню еще раз на разных типажах более детально. Теперь поймите, что такое длина сама по себе. Длина – это и есть как раз вот эта способность вторгаться в чужое пространство и давить на свое. То есть длина – это, получается, возможность продавливать по линии главного удара. То есть длина – это настойчивость. Длина – это в какой-то мере как возможность добивать того врага, который стал у него на пути. То есть дойти в стрессовом, силовом варианте до крайней точки и с нее не сойти. Услышали? Отлично. И вот теперь у нас, получается, будет условных четыре типа челюстей. У нас будет первая челюсть. Тяжелая, массивная, так называемая. То есть первая челюсть – это тяжелая, когда у нее ширина выражена на фоне лица. И у нее, на балдашник сам по себе большой, она удлиненная. Понял? Ну, вот здесь. Длинная, да? А? Ну, наверное, вот такая. Видишь? Полая длинная. Она и широкая, и она длинная сама всегда. Второй типаж челюсти – она узкая и длинная. Ну, вот где-то то, что я… Вот бро, где такой типаж. Видно? У него вот здесь узенько, получается, она балдашничек вытянуть сам по себе. Третий типаж челюсти – она широкая и короткая. Ну, вот, наверное, даже ванецкий туда идет. Видно? И четвертая челюсть – облегченная. Ну, вот четвертая челюсть, наверное. Тот самый… Облегченная – это узкая и короткая? Да. То есть здесь, Оля, смотри, момент очень важный. Мы должны посмотреть на челюсть и вот как определение идет. И попытаться понять, насколько сама по себе челюсть в пропорциях лица головы имеет, знаешь, как определенный удельный вес. Это как, условно, ты смотришь на бультерьера и понимаешь, что у него, как это, пасть – это, получается, 90%, там еще маленькая голова к этому припаяна. Понимаешь? Смотришь на какую-нибудь собачку пекинеса, там, получается, вот такая голова, а такой маленький, получается, клювик. Ну, условно. Понимаешь? То есть специфика в этом и заключается, что мы в какой-то мере должны вначале выставить вот это, знаешь, насколько человек идет в сторону, опять же, тяжелых челюстных, либо легких челюстных. А потом, Оля, посмотреть, куда он уходит – в сторону удлиненных, либо в сторону, получается, широких. То есть среднего варианта между первым и четвертым нету. Ну, условно, понимаешь? То есть либо между вторым и третьим. Это как-то, это, ну, немножко не туда, понимаешь? Это не усредняется. А вот промежуточные между первым и третьим есть, промежуточные между первым и четвертым. Я потом промежуточные варианты покажу. Потому что у таранин, которого не было, я сам эти вещи уже догонял. То есть как работает, вот, кстати, у Оли, которая озвучила, у нее, у мужа, у него челюсть как раз тяжелая с удлиненным вариантом. То есть он, по сути, идет в модели, знаешь, как тяжелого челюстного и еще, получается, авантюрно, получается, несгибаемый. То есть еще постоянно нужен риск, постоянно нужно определенное, знаешь, как способность идти за пределами, получается, возможностей, получается, вот такие вещи. Понимаешь? И рисковать, получается, до последней крайней точки. Он этим наполняется. Я потом объясню. Пишите первый тип челюстей, характеристики, как с ними быть, как с ними работать. Ширина большая. Самая длина большая. То есть, по сути, заметьте, как красиво сочетается. Человек давит, человек, получается, идет до последней крайней точки и при этом имеет обалденнейший запас прочности. Он имеет шикарнейшие ресурсы для того, чтобы это все реализовать. То есть тяжелые челюстные... Люди танки, да? Да. Вот так их и называл. Бульдозер. Ближе, да. Какой-нибудь грейдер, знаешь, который сейчас так идет и все сгребает, получается, от себя. Да. Ну и такие, наверное, получается, идет вот образ. Каддафи того самого. Ближе к таким идет вот политик, например, тот самый... Каддафи же коробки подборолок, нет? Нет. Поймите, что такое короткий подбородок. Вот я вам покажу, что такое короткий подбородок рядом с Каддафи. Вы поймете, вот сейчас у него челюсть выезжает вперед. У него немножко есть вот этот эффект, который съедается, получается, то есть фотография сама по себе. Он не коротко-челюстной, он массивно-челюстной. Таких не сломать любит. Вот очень красиво, Оля, посмотрите. То есть, видите, у человека сама по себе челюсть массивная, она выезжает вперед всей своей массой. Видите? Да. То есть, специфика таких людей, поймите, в том, что это бойцы высшей категории. То есть, чем более стрессовая опасная ситуация, чем больше они начинают реализовывать свой потенциал. То есть, если такой человек переходит вам дорогу, вам нужно было стрелять его намного раньше. Григорий, это получается стрессоустойчивый человек, да? Ну, смотри, момент очень важный, Оля. Он, с точки зрения стрессоустойчивости, он имеет возможность. Понимаешь? Широко-челюстной тоже стрессоустойчивый. Но у него, Оля, специфика на умение ждать. А у этого умение переть и ждать одновременно. Понимаешь? То есть, здесь вот фишка в том, что он получается вот как танковый прорыв. То есть, он имеет, знаешь, как запас прочности, чтобы дойти до конца. То есть, у него, знаешь, как хватает ресурса для того, чтобы в случае опасности проехаться, сесть, окопаться, удержать плацдарм, дальше давить, опять давить. Понимаешь? То есть, у него не садится, получается, в какой-то мере как выносливость. И при этом тоже пойми важную мысль. Я потом объясню на сравнении. По сравнению со вторым вариантом, он маневренный в войне. У него есть вот то, что я показывал, как возможность так идти, так идти, так идти, сесть, окопаться. Он больше, более многовариативный для того, чтобы реализовать то, чего он хочет. Понимаешь? Да. А есть у него будут тонкие уши, дернутые ноздри, тонкие ноздри? А вот давай, когда мы дойдем до этих факторов, вы, получается, то, что у меня спрашиваете, вы их нифига не понимаете. То, что я с Аней общался, и то, что вам дала Жаполика, она нифига в этом не понимает. Давайте нормальным языком. Да. Хорошо, обмоляюсь. Прекратите мне задавать вопросы, которые вы не знаете ответов. Вы не знаете контуры губы, ничего. Между кожей и губой. Что происходит? Насколько на них можно делать ставку? Насколько они верные? Насколько они преданные? Ну, тут можно быть уверенным. Например, если это будет такой боец, он не может ставить ставку. Но он же будет до конца на ринге, скажу. Но если он на ринге, да. Нет. То есть, переведу... Смотрите, опять же вопрос, Оля, здесь с определенным подвохом. Принцип психодиагностики очень простой. Что когда ты берешь к себе на работу человека тяжелочелюстного, то ты четко берешь к себе собачку в виде бультерьера. Ну, а если ты берешь такого охранника, супер, смотря куда берешь. Правильно, смотри, дальше переведу. Когда, Оля, ты берешь его на выполнение очень жестких негативных сценариев, то это человек, который, получается, будет их исполнять. И он, Аня, Оля, прости, точно так же может тебя предать. Но тут очень простой принцип. Что если он тебя предает, то он очень четко знает, на что пошел. То есть, принцип психиходиагностики... Почему пока человек говорит о том, что предать ему? Или это мы просто размышляем? Так, смотрите, очень важный момент. Сломать можно любого человека. Запишите эту вещь себе в мозг. И в конспект тоже. Насколько бы не был тяжелый челюстным человек, сломать можно любого. В Украине очень была красивая зарисовка. Когда, получается, Ющенко вместе с Юлией Тимошенко решили завалить гривну и заработать себе денег, они начали на Стельмаха, главу Нацбанка, очень жестко давить. А Стельмах был очень старым мужиком, старой закалки и очень сильным. Очень с высоким степенью стрессоустойчивости. И Стельмах вначале послал их нахрен, со своей идеей фикс. И банально получается, что в Стельмаху нашли подход через то, что он своих внуков, любимых, со школы и садика забрать не сможет. И Стельмах дал добро и после этого уволился. Поймите самую важную мысль, что сломать можно любого. Но тяжелого челюстного сломать намного сложнее. Если тяжелый челюстной решит вас кинуть, решит вас предать, решит перейти на другую сторону, то это человек, который четко понимал, на что шел. И ему нужно оторвать голову и прострелить ее дважды за то, что он это сделал. Такое понятие, как его бес попутал, эмоции, кто-то ему что-то не то вложил, здесь не работает. То есть, поймите, это показатель тяжелой челюсти, не показатель того, что это верняк. Показатель легкой челюсти, не показатель того, что это манипулятор и предатель. Понимаете, о чем идет речь? Принцип психодиагностики заключается в том, что вы должны перестраховываться в любом случае. Если вы возьмете кинематограф, то самый Дон Корлеоне, Вита, очень быстренько нашел себе, вот как раз верного Луку Брази, в видец, ручной собачки, который был ему верен. Но он его вытянул из петли, он его вытянул, получается, из газовой камеры. Он спас ему жизнь. И тот ему был обязан своей жизнью. И тот до конца, как цепная собака, был верен Дон Виту Корлеоне. Понимаете, о чем идет речь? И так, и Вита Корлеоне четко на него сделал ставку. Если вы посмотрите... Когда получается расчетливые, то есть если он предает, это расчет чисто, это не эмоции. Это нисколько... Да, ну, понимаешь, в слове расчет, Оля, очень много понятия определенного уже где-то ума, хитрости, изощренности. Мы все-таки говорим о челюсти. И челюсть в данном случае... Вот знаешь, как пример вот из жизни, вот, красивый. Это, получается, Березовский. Это, ну, этот... Адмирал украинский, который в 2014 году первым перешел, получается, на российскую сторону. Меня дернули Оля на телеканал, чтобы я объяснил по нему, почему он перешел на сторону России. И когда, получается, показывали пресс-конференцию, на которой он стоял со своей вот этой черюхой, знаешь, как... Такой, успокоен, как удал. Я говорю, это человек, который четко понимал, что он идет на Оля предательство. Все? Нет, вы не понимаете, его шантажировали, у нас есть случаи, что его купили, что его, получается, запугали. Нет. Таких людей очень сложно запугать. Вот поймите мой... То есть, у него другие совсем мотивы были, я потом вас спрошу, почему. Объясните мне. Но, когда тяжелый челюстной переходит на другую сторону, он понимает, ради чего он это делал. Тяжелый челюстной какой-нибудь, например, там, Бенетон Муссолини. Он первым, он смело пошел на расстрел. Любимая женщина пошла за ним. У него не было с этим поводом, по этому поводу никаких сомнений. То самое Каддафи, получается, четко шел до последнего, понимая, что ему грозит, получается, то есть, разрыв его тела, получается, ближайшими его соратниками. Понимаете? Тяжелые челюстные, в чем с ними очень опасно? В том, что они некоторое время могут быть довольно флегматичными, они некоторое время могут быть довольно спокойными, пока не доходит дело до разборки. А когда началась разборка, это уже проблема ваша, что вы не выстрелили намного раньше. То есть, получается, такие люди, они узнают, да, на что идут? То есть, они вот такие спокойные, если, ну, скажем, да, и вот иногда даже можешь от них не обладать чего-то такого. Да. То есть, это, знаешь, как... Такого пьяного лучше не, это, не провоцировать, да? Нет, пьяности здесь не имеет как раз, как раз у него может быть, знаешь, для того, чтобы споить тяжелые челюстные, нужно постараться. У него должно хорошо держать, получается, и нервная система алкоголя, не срываться. Вы же тоже поймите мысль, что тяжелые челюстные могут быть, не обязательно же мужчина. Очень много женщин тяжелых челюстных. Так самое Ангела Меркель, получается, идет в сторону тяжелых челюстных женщин. То есть, по большому счету, на ней держался Евросоюз. На ней держалась вся концепция. Она ушла, все рухнула. Но Путин тоже циник, он дал ей возможность с почетом уйти на пенсию. Он дождался, получается, когда она уйдет, получается, по фанфару, а потом, получается, начал валить всю систему. Красивейший ход. Так. У нас будут другие аспекты еще. Я потом объясню с точки зрения челюсти вперед, квадратности, остроты и все остальное. То есть, готовьтесь, там будет конструктор Лего очень большой. Пока поймите главную концепцию. На сравнении я тоже покажу коммуникации друг с другом.